Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Мы очень рады, что вы заинтересовались нашими встречами. Напоминаю наши контактные данные, телефоны, адрес электронной почты, телеграм-каналы и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. И мы очень рады вас приветствовать на этой встрече. Если вам почему-то не удалось досмотреть до конца, например, встречу или были какие-то сложности, то вы можете вернуться на наш сайт, и мы выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть его потом в удобном для вас времени, с чашечкой чая и так далее. Итак, о чем мы будем с вами сегодня говорить? У нас достаточно интересная тема, про которую можно говорить на самом деле в пять раз больше, чем позволяет выделенное нам время, но мы постараемся. Значит, наша программа сегодня перед вашими глазами. Мы поговорим про рабочее место, распределение материалов и работ. На самом деле вариантов распределения достаточно много, ну то есть мы назовем их сценарий работы, поговорим, но правда вкратце об этих местах, потому что подробно, к сожалению, время не позволяет нам на них останавливаться. Поговорим о том, какие справочники нам необходимо заполнить для того, чтобы работало распределение расходов, какие отчеты на эту тему нам доступны и что мы можем увидеть при закрытии месяца. Ну и про дополнительные сервисы, отчеты, конечно, тоже немножко поговорим. Каким образом будет происходить наша сегодняшняя встреча? Мы будем теоретическую базу, так сказать, нормативные правила рассматривать по слайдам и будем переключаться на демо-базу. Сейчас я это сделаю вот таким образом, то есть на демо-базе мы будем с вами рассматривать подробно то, о чем только что поговорили на слайдиках. Сейчас мы отсюда выходим. И немножко я напомню вам теорию. То есть на самом деле ERP это замечательный инструмент, который позволяет не только вести производственный учет очень качественно и комфортно, но и независимо распределять затраты в управленческом и в регламентированном учете по отдельности. Ну это особенно много для тех компаний, которые ведут отдельно в ERP управленческий учет. То есть для них это реально большое облегчение. Ну а компании, которые ведут и управленческий, и регламентированный учет, естественно, видят уже, так сказать, поле полную картину. Ну в основном, конечно, это касается себестоимости и затраты, которые некоторые бывают, так сказать, не непроводные, бывают общихозяйственные, коммерческие. Но для регламентированного учета такой точности не требуется. То есть для общих регламентированных отчетов мы списываем просто результат хозяйственные, коммерческие расходы. Мы списываем на финансовый результат. А производственные затраты, ну это в основном счета 20-й, 23-й. И косвенные расходы это 25-й общепроизводственные и 26-й общехозяйственные. Ну если у нас включена настройка директ-костинг, то, соответственно, при этом идет распределение на финансовый результат. А если директ-костинг не включен, то действуют правила распределения. Для того, чтобы использовать возможность настройки этих статей, мы должны указать варианты распределения в зависимости от того, какой расход мы выбираем. Вариантов распределения на самом деле не слишком много, но учитывая, что мы можем разделить регламентированный учет и финансовый учет, на самом деле вариаций получается достаточно большого количества. Ну то есть мы можем относить на себе стоимость товаров, на финансовый результат, расходы будущих периодов, производственные затраты и внеоборот на активы. Как вы видите, в общем-то, это 5 вариантов распределения затрат. Теперь, сейчас мы посмотрим с вами слайдик и потом переключимся на демо-базу. Значит, мы будем рассматривать блок производства. И здесь у нас есть с вами внутрицеховой учет и распределение материалов и работ, распределение расходов. На самом деле, есть еще, как вы знаете, раздел НСИИ и администрирование, то есть это раздел, так сказать, грубых настроек. А подраздел производства это уже более тонкие настройки. И, как вы видите, соответственно, у нас есть настройки справочников и отчеты по производству. То есть, соответственно, мы посмотрим и то, и другое. Переключаемся с вами на демо-базу. И начнем с администрирования, поскольку это блок финансовый результат и контролинг. Мы с вами зайдем, так сказать, сюда и посмотрим, что у нас есть. Настройки финансовый результат проверяем. То есть, если вы уверены, что у вас все настройки выполнены, этот шаг можно пропустить. Но если вы не уверены, тем более, что сейчас у нас грядет реформа налоговая, то сюда стоит заглянуть. И, соответственно, проверить, нужно ли проставить чекбокс. На самом деле, работа с НСИ и администрированием, то есть это подключение, активизация, так сказать, функциональных опций, это основное, важно внимательно читать вот эти вот справочки, которые даны после каждого окошка, требующего проставления флажка. То есть, вот такой красивой зеленой галочки. И включение или отключение ненужного по вашим бизнес-процессам. Ну, это мы немножко завернули, так сказать, для того, чтобы проверить, что у нас там есть. А на самом деле нас интересует подраздел финансовый результат и контролинг. Финансовый результат и контролинг у нас с вами выглядит вот таким образом, как я уже говорила, отчеты у нас вынесены в отдельный блок и настройки справочники в отдельный блок. Если мы сейчас откроем, вот перейдем по ссылке, настройки справочников, то, как вы видите, у нас здесь есть статьи доходов, статьи расходов и правила распределения. У нас статьи расходов и прочие расходы и правила распределения расходов. Если мы с вами возвращаемся в блок финансовый результат и контролинг, у нас эти же настройки вынесены вот сюда. То есть, статьи расходов, правила распределения показателей и прочие расходы. То есть, соответственно, можно использовать эти настройки, можно использовать вот эти. То есть, мы с вами в результате попадем в одни и те же справочники. И есть вот такая ссылка, такой переход. Это у нас с вами рабочее место. Как вы помните, все, что выделены жирным шрифтом, это рабочие места. Значит, рабочее место распределения расходов. И для того, чтобы мы могли им воспользоваться, нам сначала нужно настроить статьи расходов и правила распределения. И распределение и показатели. Значит, сейчас мы возвращаемся в наши слайдики и смотрим еще немножко нормативной информации, так сказать. То есть, распределение материалов и работ нам доступно в разделе производства. Производственный затрат, распределение материалов и работ. Значит, мы с вами еще раз идем. Только мы идем с вами производством. И здесь уже смотрим распределение материалов и работ. Ну, то же самое. То есть, мы выбираем настройки справочников. И здесь заполняем то, что нам нужно. Но сейчас мы с вами будем, в общем-то, больше внимания уделять финансовым результатам и настройкам статьи расходов и правил распределения. Таким образом. На самом деле, у нас есть возможность работать вот с такими документами. Вы видите их перечисление на экране. И, собственно говоря, у нас возникает статья расходов, которые мы можем относить на себестоимость товаров. То есть, они увеличивают стоимость МЦ. И, соответственно, в разных пропорциях. И согласно этим пропорциям, то есть правилам распределения, мы можем распределять на пропорционально, например, количеству, пропорционально себестоимости, весу, объему и так далее. Если мы с вами перейдем в следующий слайдик, вот такую картинку показывают. Мы с вами только что-то смотрели, что эти пункты мы сейчас более подробно рассмотрим. И немножко еще. То есть, у нас бывают и материальные ценности, которые мы используем вне производственного процесса, но, соответственно, которые возникают, например, по кладу. То есть, по месту хранения. Например, по номенклатуре. Когда увеличивается стоимость номенклатурной позиции. Поступление товаров и услуг. То есть, если мы выбираем это правило, то у нас, соответственно, на приходованные темпцы распределяется. И на заказы. Если, например, заказы на перемещение, она от клиентов на поставку. Собственно говоря, если сумма затрат по выпущенному... Так, все сразу хочется сказать и заблудилась в словах. Собственно говоря, если сумма затрат по выбранному правилу распределяется, то она увеличивает стоимость остатков номенклатуры и, соответственно, в документах того типа, который мы выбрали для распределения. Сейчас вот этот слайдик посмотрим и переключимся на самом деле на саму демобазу и уже посмотрим это на практике. То есть, в первую очередь, мы настраиваем с вами статьи расходов. Переключаемся на демобазу и статьи расходов. То есть, когда статьи расходов, вот это вы видите, у меня заполнена вот такая иерархия. То есть, заполнены, соответственно, уже под конкретные примеры заполнены статьи расходов. Ну, например, возьмем что? Ну, например, вот созданные централизованно через конфигуратор при установке программы статьи затрат, которые называются отклонения стоимости товаров. Ну, как вы видели, вы можете выбрать и любые другие статьи. Можно выбрать статьи, которые у меня сгруппированы в производственные затраты. Ну, то есть, группировка у вас может быть индивидуальная, естественно, согласно вашему технологическому процессу, согласно вашим бизнес-процессам. У меня вот такая группировка. Наверное, мы сейчас не здесь посмотрим, а вот тут. И вот мы выбираем, например, спецоснастка. И у меня есть вот такие настройки. То есть, я ввожу наименование. Ввожу так, чтобы мне было понятно. То есть, спецоснастка у нас может быть разная. Ну, в нашем случае вот здесь мы ставим примечание, что это производственная. И группа статей. Как вы видите, здесь доступен выбор. Группа статей. У меня это папочка производственные затраты, как мы уже видели. И где возникают у нас эти расходы. Здесь тоже доступен выбор. Ну, мы выбрали вот такой вариант. И как у нас эти затраты относятся. Я выбираю на себестоимость и согласно правилу по материальным затратам. Соответственно, я могу выбирать, когда у меня какое-то поле недоступно. То есть, я записала уже эту позицию. Ну, например, мне понадобилось исправить. Исправить я могу в том безболезненно. Могу в случае, например, грамматической ошибки или еще что-то, но не глобально, так сказать. То есть, не менять правила. Потому что у меня уже эта статья записана. И согласно... Ну, то есть, я могу уже в каких-то документах ее использовать. И в этом случае у меня будут потом неприятности. То есть, такие вещи делать нельзя. Но чтобы изменить уже записанную позицию, я через кнопочку «Еще» отменяю запрет редактирования. Соглашаю. Да-да-да, я в своем уме. Вот. И таким образом мне становятся доступны для редактирования эти поля. И я могу выбирать разные варианты. То есть, в нашем случае мы видим, настройка выбрана на себе стоимость производства. Я могу выбрать и финансовый результат, и расходы будущих периодов, и распределить вручную. А вот правила, конечно, естественно, я добавляю те, которые для меня подходят. То есть, правила у меня по материальным затратам. Я его выбрала, и могу посмотреть, что входит в это правило вот таким образом. По ссылочке, то есть, по правилу, и настройки этого правила у нас даются дополнительно. Мы еще посмотрим их. Так, вот это мы закроем. И обратите внимание, значит, мы с вами задали на отнесение на себестоимость. И согласно правилу. Правила считаем, что у нас уже заполнены. Тип аналитики. То есть, соответственно, выбираем, что это будет касаться, в моем случае, подразделения. Или выбираем то, что вам нужно. И статья калькуляции у нас используется спецоснатка. Ну, естественно, я могу, как вы видите, вот здесь вот справочник, который у меня дополнен, уже и централизованно созданными через конфигуратор при установке позициями. И уже вот такая пиктограммка без точки. Это уже мое творчество. То есть, соответственно, я настраивала статьи калькуляции под себя. Ну, отмечаем затраты переменные или постоянные. Отметьте, это у нас закладочка основное. И у нас еще есть закладочки бухгалтерские учеты налоги. Ну, и ограничения. То есть, вот закладочка бухгалтерские учеты налоги. И содержит самый интересный, скажем так, вариант. То есть, если, например, у нас все соответствует и управленческий учет, и бухгалтерский учет, и налоговый учет. То есть, по одному и тому же правилу, то это самый такой лайтовый вариант. Ну, у нас могут быть ситуации, когда, например, в бухгалтерском учете у нас для одного, одно правило распределения, а, например, для управленческого учета у нас какие-то другие правила применяются. Мы потом вернемся к этому варианту. И, соответственно, это мы по основной деятельности принимаем их налоговому учету по налогу на прибыль. Мы представляем дату. То есть, если они у нас все одинаковые, то, конечно, мы принимаем. А вот если управленческий учет мы выбираем, например, какой-то другой вариант, то вот здесь вот мы можем поставить, что нет. Это у нас непринимаемое. Ну, например, у нас есть какие-то затраты, которые по бухгалтерскому и по налоговому учету у нас не учитываются. Тогда мы, значит, эту галочку не будем проставлять. И по гиперссылке прямые или косвенные мы попадаем вот в такой интерфейс. И спецосназка. Так, значит, и в этом случае у нас для основной деятельности у нас это будет, соответственно, принимать... И видно здесь немножко... Ну, соответственно, выбираем то, что нам подходит. Ну, и общий режим налогообложения это то, что я настраиваю в соответствии со своей учетной политикой. Так. Вот так. Теперь снова с вами вернемся к нашим слайдикам. Ну, у меня группировка, мы уже с вами посмотрели. У меня группировка, кстати, из затрат несколько отличается. И вот если мы, например, то, что встречается довольно часто, возьмем транспортно-заготовительные расходы из производственного учета, то, как вы видите, у меня при настройке описание я даю... Мы уже посмотрели, то есть наименование, описание и аналитика расходов у меня дается вот такая выбрана. И в налоговый учет у меня это входит. Ну, как вы видите, здесь у вас могут, естественно, быть и другие отличия, отличные от общепринятых статьи расходов. Но мы настраиваем этот справочник и, соответственно, после настройки этого справочника... Сейчас мы посмотрим транспортно-заготовительные расходы. Это статья расходов. Это то, что мы с вами сейчас смотрели. А почему мы вернемся? Вот таким образом. Значит, мы с вами смотрели спецоснастку, но мы с вами сейчас вернемся. Так, лишнее уберем. Так, значит, мы возвращаемся под раздел финансовый результат. Возвращаемся к статье доходов и расходов. И смотрим с вами транспортно-заготовительные... Так, забыла, какой бабочки они у меня. Транспортно-заготовительные расходы. Интересно, почему? Потому что это расходы, которые увеличивают стоимость товароматериальных ценностей, ну, соответственно, за доставкой которых они были связаны. Значит, здесь для нас важно то, что по отнесению они относятся на себе стоимость товаров, а вот правило распределения у нас выбрано пропорционально количеству номенклатуры. И, соответственно, в типе аналитики мы проставляем точку на номенклатуру. То есть не на склад, то есть не на место хранения, как у нас было в другом примере, а сюда. И отметьте еще такой момент, что у нас есть возможность устанавливать флажок контроль значения аналитики. То есть проверяется, заполнена ли аналитика. И если мы проставляем вот здесь флажок, то программа будет следить за тем, чтобы у нас на всех закладочках была полностью заполнена информация про аналитику. И вот следующий слайдик у нас с вами показывает, как раз мы с вами уже здесь были, закладочка бухгалтерский учет и налоги. И ситуация, когда, например, у нас все три вида учета, то есть управленческий, бухгалтерский и налоговый, содержат одинаковые варианты распределения. И стоит флажок, отметка принимаются к налоговому учету. После того, как мы с вами заполнили статьи, которые нам понадобятся, то есть то, что соответствует вашему бизнес-процессу, у нас еще остались незаполненные правила распределения и показатели. Значит, мы сейчас сюда перейдем с вами. Финансовый результат, правила распределения и показатели. Вот здесь вот обратите внимание, в нашем случае, ну это как у меня заполнено, естественно, вы можете добавить свои варианты. То есть идет ссылка на несколько видов справочников. То есть идет группы аналитического учета, список видов группы, распределение возвратных расходов. То есть я сейчас это закрою, чтобы мы могли посмотреть внимательно, откуда что взялось. Значит, у меня в этом случае правила распределения, значит, есть много закладочек, как вы видите, между партиями, между направлениями. То есть у нас есть возможность настроить для разных вариаций, соответственно, свои правила. То есть если мы распределяем между партиями, между производственными партиями, то тогда у нас есть несколько правил на этот случай. Если у нас между направлениями деятельности, то, соответственно, у меня есть направление деятельности, созданное для моих примеров. Ну и здесь могут быть, например, направления деятельности, контракты ГОС, допустим, резиденства, ну какие-то виды деятельности, которые вам конкретно, вашему предприятию присущи. Ну вот мы с вами еще брали. Сейчас немножко сдвинем, чтобы было видно. Соответственно, расходы будущих периодов на материалы и работы, на себестоимость товароматериальных ценностей. В этом случае мы можем выбрать, можем создать пропорциональное количество номенклатуры. То есть это мы настраиваем правила распределения и, соответственно, какие показатели. Ну вот, например, между видами деятельности по подразделениям. Если у меня подразделение выполняет, допустим, конкретный вид технологических операций или конкретный вид какой-то деятельности. Расходы будущих периодов, ну, соответственно, создать необходимые правила. Ну, давайте, например, посмотрим расходы на себестоимость товара. Что у нас пропорционально количеству номенклатуры. Ну, то есть пропорционально наименование. И какой показатель. То есть здесь у нас доступно количество, объем, вес и себестоимость. То есть мы, соответственно, сдаем те параметры, которые нам здесь подходят. Если мы выбираем, например, расходы между направлениями материалов и работы. Если мы выбираем материалы и работы. Например, у нас есть возвратные отходы, которые при обработке материала возникают. То есть, соответственно, в этом случае у нас получается немножко другой интерфейс. Диалоговое окно. Вот так вот сделаем. И в этом случае мы создаем правила, наименование правила. И конкретно материальные затраты мы распределяем количество. И по ссылке, по гиперссылке мы проваливаемся в список. То есть, что мы распределяем конкретно. Или какие виды работ. Например, если я ставлю материалы, то я выбираю материалы, которые получаются. Если я выбираю продукцию, то, соответственно, я выбираю пропорционально чему. Если прочие, то здесь я указываю вид работ. Вот, допустим, прочие. И у меня будет доступен вид работ. И, заметьте, я ставлю флажок распределять только по указанным видам номенклатуры. То есть, соответственно, я могу задать виды номенклатуры группы, для которых это распределение действует. И статья калькуляции. В моем случае указаны возвратные отходы. То есть, я могу посмотреть, что у меня здесь, какие настройки были. Так, и, собственно говоря, таким вот образом... Нет, не будем изменять. Таким образом я настраиваю для себя эти варианты. Ну, допустим, по количеству продукции то же самое. То есть, у меня не материальные затраты, не прочее, а количество продукции. И в этом случае мне эти ссылки недоступны. И здесь выбора нет, потому что количество, как бы, понятно. И здесь флажок отсутствует. То есть, мне не надо отодачиваться тем, что у меня будет только на эту продукцию. Значит, у меня будет, соответственно, на все виды продукции. Значит, снова вернемся к нашим слайдикам. Следующий слайдик показывает как раз-таки ситуацию, где мы с вами уже побывали. То есть, это у нас правила распределения. В правилах распределения у нас есть закладочки, для чего мы создаем эти правила. И какие показатели у нас при этом будут использованы. И подчиненные справочники, что мы при этом заполняем. И еще немножечко, скажем так, нормативной информации. То есть, если у нас статьи расходов с вариантом распределения распределить на финансовый результат, то у нас на финансовый результат в большинстве случаев попадают общихозяйственные, коммерческие затраты. Общихозяйственные – это если у нас установлена настройка директ-костинг. Ну и, собственно говоря, экономическое или финансовое – это участие в формировании финансового результата. То есть, мы настраиваем правила распределения. Они могут на направлении деятельности. И, собственно говоря, после этого у нас уже основная нагрузка ложится на волшебный документ закрытия месяца. Ну, стоит сказать, что у нас закрытие месяца работает либо предварительное, либо окончательное. Значит, и в этом случае, если предварительное, то у нас не рассчитывается полная себестоимость. А если окончательное, то полная себестоимость рассчитывается. И сейчас при определении полной себестоимости у нас с вами, возможно, средняя цена за месяц. То есть, ТМЦ списываются по средней цене за отчетный период. Или ФИФА. То есть, first in, first out. То есть, в этом случае у нас ведется партионный учет. И, соответственно, списываются ТМЦ, которые первыми поступили по времени. И первыми, соответственно, списываются. Раньше у нас были еще варианты. Было ЛИФА и некоторые другие. Но сейчас остались вот эти два варианта. И мы с вами переходим к самому интересному документу. Это формирование регламентной операции закрытия месяца. Оно у нас с вами находится тоже в блоке. Сейчас мы с вами переключимся. Тоже в блоке финансовый результат и контролинг. И это у нас рабочее место закрытия месяца. И мы с вами вот переходим. Так, сейчас подвинем. Переходим. Соответственно, указываем период, который требуется. И смотрим, что у нас непрерывно. То есть, в моем случае требуется пересчет с января. Потому что у меня не закрыты предыдущие месяцы. Но если я запускаю закрытие месяца, то у меня происходит автоматическое. Ну, во-первых, расчет себестоимости. Это распределение затрат и расчет себестоимости. А во-вторых, при формировании финансового результата, обратите внимание, то есть у меня происходит распределение расходов. Расходов по видам деятельности и, неправильно сказала, по направлениям деятельности. И доходы, естественно, тоже распределяются. Но нас с вами интересуют именно расходы. Удобный, в общем-то, очень удобный формат. Поскольку я могу посмотреть, если у меня все проведено, все хорошо, то в этом случае я могу посмотреть, вот по ссылке рассчитать, я могу посмотреть, что и как. А вот если у меня что-то не сходится, то я могу по комментариям подробнее вывести, что конкретно вызвало ошибку, и уже посмотреть по конкретному документу и конкретной ситуации. То есть на самом деле у меня все функции работы с данным рабочим местом, то есть еще раз перейдем с вами в финансовый результат, то есть рабочее место распределения расходов, после того, как я настроила статьи расходов, после того, как я настроила распределение и показатели, мне доступны распределения расходов уже как конкретный документ. И я уже могу на этот случай какие-то конкретные, ну, например, конкретные ситуации оформлять документами, и вот здесь, то есть распределение расходов, сейчас мы вот так подвинем, чтобы было видно. Вот так вот. Значит, и здесь распределение доходов я могу настроить по какой-то конкретной организации, по подразделению, и выбрать конкретный вид, что я буду распределять. и весь, собственно говоря, мой процесс работы сводится к тому, что сформировать документы подразделения. Еще хочу обратить ваше внимание, что не... Значит, вот здесь у нас есть пиктограммка, вопросительный знак, это справка. То есть не забывайте, если в чем-то сомневаетесь, сюда заглянуть. Потому что, ну, во-первых, здесь есть ссылки на смежные, скажем так, темы, а во-вторых, здесь даются вот такие примечания, что какие-то документы могут не попасть в данную обработку. И, собственно говоря, если вы не сформировали какой-то документ, то вы можете посмотреть, как изменить ситуацию. После того, как мы сформировали документы, у нас все готово. И в этом случае, собственно говоря, задача, например, главного бухгалтера будет сводиться к тому, что выполнить данную регламентную операцию, то есть перейти и нажать кнопочку регламентной операции. Напомню, у нас есть окончательное закрытие, есть предварительное закрытие, как я уже говорила. То есть предварительное закрытие, это без учета, без расчета себестоимости, окончательно это с расчетом себестоимости. И есть вот такая тематическая справка. По этой тематической справке мы можем увидеть конкретную подсказку по вот этой вот ситуации. То есть если у нас в конце окошка есть вопросительный знак, то это тематическая справка по тому, что мы видим в окошечке и что это может значить. Ну, естественно, есть еще несколько приятных бонусов. То есть у нас регламентная операция, в отличие, например, от бухгалтерии, позволяет работать во время формирования операции. То есть не нужен монопольный режим. И, соответственно, не отключаются другие пользователи. ну, естественно, если они работают там в других, например, периодах с другими документами, то есть не с тем периодом, который попадает в закрытие. И у нас с вами в формировании финансового результата ну и не только есть дополнительная возможность посмотреть подраздел финансовый результат и контролинг, посмотреть отчеты. То есть кроме того, что мы с вами видим при закрытии месяца, у нас есть с вами возможность отчеты использовать доходы и расходы и финансовый результат. Ну, на самом деле, если мы с вами говорим про распределение расходов, то нас в первую очередь будет интересовать вот этот вот отчет доходы и расходы предприятия. Отчет на самом деле очень удобный, если мы переходим вот по гиперссылке, то у нас в этом случае сформировать формируется достаточно информативный вот такой вот отчет. У меня это помесячно, соответственно, у меня себестоимость отражается и прочие доходы, прочие расходы, в первую очередь нас расходы, естественно, интересуют. И вот такой отчет, в общем-то, очень информативный. А еще отчет, который достаточно часто используется, это в нашем случае отражение зарплаты в финансовом учете и финансовые результаты. Нет. Вот так. То есть мы видим расходы и, соответственно, общепроизводственные, общихозяйственные, то есть 25-й, 26-й счет, коммерческие расходы, это 44-й счет. Ну и, соответственно, в общем-то практически вся форма номер 2 у нас тут присутствует. А еще мы с вами сейчас снова вернемся к нашим слайдам. То есть это мы выполнили с вами операцию по закрытию месяца и, соответственно, посмотрели вот эти вот отсчеты наиболее как бы информативные, которые мы с вами можем сформировать в отношении того, чтобы посмотреть распределение на себестоимость, распределение на какие-то другие вариации, по другим вариациям, распределение затрат. И еще раз вернусь с вами вот сюда вот. То есть мы с вами посмотрели отчеты по распределению и закрытие месяца. И сейчас мы с вами вернемся к отчетам. вот так. Ну, во-первых, мы с вами смотрели расчеты, которые, отчеты, которые мы можем вывести из блока отчеты по финансовому результату. Во-вторых, у нас с вами вот в оглавлении в меню есть отчеты, которые предоставлены здесь, так сказать. Но, кроме этого, естественно, нам доступны и обычные стандартные бухгалтерские расчеты. У нас в этом случае интересует нас блок регламентированный учет. И в блоке регламентированный учет для нас, в общем-то, немножко не связанная с распределением функция, но то, что достаточно много вопросов вызывает и сейчас часто используется, это у нас блок 1С отчетность, но есть еще и название сервиса 1С отчетность, то есть не блок 1С отчетность, а название сервиса. В этот сервис мы можем перейти, например, если проваливаемся по ссылке, регламентированный отчет, и у нас с вами вот такой рекламный баннер появляется, и подробнее об этом сервисе можно почитать вот здесь, подключиться по кнопочке, и у нас с вами в этом случае будет доступен прямой обмен сайтами вот этих вот фискальных органов, то есть, например, напрямую с налоговыми органами и так далее. вот так выглядит баннер. Это напоминаю, что 1С отчетность сервис. Собственно говоря, зачем я про него напоминаю, это на случае, если мы с вами захотим из раздела единый налоговый счет воспользоваться личным кабинетом по единому налоговому счету. Кстати, очень удобный сервис появился на сайте налогового личный кабинет ЕНС. А теперь мы можем подключиться к нему. Раньше, допустим, в начале года это было доступно только для предпринимателей, сейчас это доступно и для других, для юрлиц. А значит, но если я хочу подключиться к этому отчету, например, вот я выбираю первое попавшееся юридическое лицо, мне возникает вот такая подсказка, что у меня для того, чтобы подключить сервис личного кабинета по единому налоговому счету, должна быть подключена 1С-отчетность, то есть это именно сервис, не наименование блока. И вот тут вот, ну, скажем так, кусочек ветчины это и личный кабинет, а вот ложка дегтя это 1С-отчетность, потому что сам по себе сервис 1С-отчетность, если у вас подписка проф, то он бесплатный, но, внимание, для одного юрлица. Если у вас, например, много юридических лиц, то для остальных он будет платный за денежку. Ну, единственное, в этом приятная новость, что денежка на самом деле небольшая, то есть это порядка 4800 рублей за год. Ну, естественно, зависит от количества лицензий. Значит, и, соответственно, если много организаций, то их придется подключать уже за дополнительные деньги. Если у вас ИТС-подписка Техно, то за денежку придется все подключать, то есть все юридические лица подключать за денежку к сервису 1С-отчетность. И что для этого надо, то есть вот здесь вот на самом деле очень показательный такой момент. Значит, если я хочу подключиться, допустим, например, у меня сервис 1С-отчетности подключен, и я теперь хочу его активировать, то вот в этом диалоговом окне у меня вылазят все мои косяки и вся моя расхлябанность. То есть я заполняла первоначальные сведения про свое предприятие, абы как, то есть вела наименование и все. Потому что у меня, как вы видите, половина полей с красным подчеркиванием не заполнена. То есть красное подчеркивание это поля обязательно к заполнению. То есть они у меня не заполнены, и теперь, чтобы подключить этот сервис, я должна зайти, ручками их заполнить, вместо того, чтобы заполнить при запуске конфигурации, и тогда у меня все эти сведения стали автоматом. А так я должна каждый раз при обращении к любым, в общем-то, документам дополнять эту информацию в системе ручного редактирования. Ну, то есть это, так сказать, показывает мою недобросовестность. Так, в этом случае мы все закрываем. Так, значит, пока мы закрываем, закрываем, так, нет, нас не интересуют изменения, нет, мы на это не хотим. Обратить внимание и рекламентированный учет, значит, если мы с вами настроили личный кабинет на сайте налоговых органов, то есть единый личный кабинет, все у нас произошло, то обратите внимание на то, что у нас личный кабинет по ИНС, то есть по единому налоговому счету выведен в отдельный подблок, и личный кабинет у нас есть в блоке 1С отчетность, а есть в едином налоговом счете. То есть вот эти личные кабинеты, это у нас в общем-то другие сервисы, их не надо путать, хотя они так же, как и вот эти личные кабинеты, личный кабинет ИНС тоже рассчитан на юридическое лицо и соответственно в нем вы можете смотреть информацию, то есть личный кабинет налогоплательщика, это юридический флист и пистов нам показывают только регистрационные данные, то есть виды деятельности и так далее, руководителей, то есть информация, которая содержится в ЕГРЮ или в ЕГРИП, а личный налоговый счет, личный кабинет по единому налоговому счету здесь не отражается в этих кабинетах. И из того, что здесь отражается, нужно обратить внимание на фактически на два момента, то есть вот этот ЭКСФР, личный кабинет бывший ФСС, электронные риски нетрудоспособности, ну и фактически все соц взносы, то есть личный кабинет у нас, как вы знаете, ФСС сейчас только в электронном виде выпускает больничные листы, и соответственно достаточно удобный сервис для отслеживания, то есть приходит уведомление, что выписан больничные листы, вы можете с ним дальше работать, отслеживать его состояние и соблюдать сроки, то есть если у вас приходят какие-то запросы от СФР, то есть социальный фонд России, то вы можете смотреть их, не боясь пропустить сроки и так далее. И второй момент, это я хотела обратить ваше внимание на статистику, потому что статистика сейчас выпустила очень много дополнительных отчетов, по которым предприятие обязаны сдавать информацию в основном по заработной плате, по численности, по САУД и так далее. И соответственно, поскольку это не скажем так нерегламентные отчеты, то вам по своему ИНН, то есть вы приходите по этой ссылке, вводите свой ИНН и смотрите под какие выборки вы попали, может быть вы должны сдавать какую-то отчетность, которую не сдавали до сих пор. А поскольку у нас сейчас на горизонте маячат налоговая реформа, то это надо обязательно посмотреть, потому что статистика уже два года практически применяет реальные штрафные санкции, до этого они были больше декларативные, характер носили порядка двух лет уже статистика реально штрафует и штрафы достаточно ощутимы, то есть если не сдается какая-то отчетность или нарушаются сроки сдачи отчетности, то штрафные санкции составляют порядка 70 тысяч, а если это повторное нарушение, то уже штрафные санкции вырастают до 150 тысяч. Согласитесь, гораздо дешевле зайти на сайт статистики и проверить свое предприятие, что оно у вас не попало ни под какие новые отчеты. Так, теперь мы с вами снова возвращаемся к ломентированной учет и на самом деле у нас здесь есть еще один отчет, который нам в связи с распределением может быть полезен. то есть в этом случае у нас это сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. Если у вас ведется например, если у вас применяется например раздельные показатели для управленческого и для регламентированного учета, то в этом случае вот этот отчет может быть вам полезен, потому что он показывает в каком случае у вас могут возникнуть расхождения, ну то есть позволяет как-то подстелить соломки. Неудачно выбрала организацию, у которой нет данных за этот период. Так, сейчас мы с вами закроем лишнее. возвращаясь к отчетам, мы с вами в отчетах это уже посмотрели, то есть основные отчеты это доходы и расходы предприятия и соответственно отражение финансового результаты это по статейной дают средние по статейным анализе и по видам деятельности, по направлениям деятельности. А теперь мы с вами так, доходы и расходы предприятия, а теперь мы с вами в общем-то еще раз последовательность действий посмотрим, то есть в разделе финансовый результат и маркетинг мы настраиваем статьи расходов и правила распределения. После этого мы можем использовать рабочее место распределения расходов. После этого мы с вами выполняем документ, выполняем регламентную операцию закрытия месяца. Закрытие месяца фактически по правилам, которые мы с вами настроили, выполняет распределение доходов и расходов. И в блоке отчеты по финансовому результату мы можем посмотреть. Также через меню регламентированный учет мы с вами можем посмотреть отчеты, которые мы выводим допустим выводим уже из другого подблока, то есть это сверка данных оперативного и бухгалтерского расчета, бухгалтерского учета и соответственно финансовый анализ мы можем посмотреть тоже в связи с тем, чтобы если у нас вдруг нужно проверить отразились или нет определенные определенные параметры и как отразились. На этом сейчас мы к сожалению уже вынуждены закончить нашу встречу. Я хочу вернуться к слайдику, который у нас был самый первый. Значит это слайдик с нашими реквизитами. я хочу их вам напомнить, то есть электронная почта, телефон, телеграм-контакты и адрес сайта. И собственно говоря будем вам очень благодарны если вы будете присылать свои вопросы возможно по теме вебинара, возможно по тому какие темы вы хотели бы чтобы мы насветили и будем очень благодарны за обратную связь и за вопросы которые касаются конкретной ситуации например с настройкой с дополнениями мы выполняем все виды работ которые связаны с семейством 1С то есть и продажа и настройка и доработка так что милости просим к сотрудничеству будем очень благодарны за обратную связь на этом я хочу попрощаться поблагодарить вас за внимание большое спасибо всего вам доброго спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok